Уроки Владимира Тарасова. Урок 56. Администрирование. Поговорим про администрирование. Администрирование – это позвоночник управления, можно сказать, по сравнению со всеми другими способами. Это сводится к простой вещи. Мы говорим, что человек должен делать. Если делает, поощряем. Если делает, наказываем. Наказание и поощрение – это особый будет у нас разговор о них. Но пока так на простом понимании останемся. То есть метод кнутая пряника – это администрирование. Из каких состоит это нормирование поведения. То есть мы говорим, что есть норма, что человек должен делать или что не должен делать. Нормирование поведения и поощрение наказания. Вот это вместе составляет администрирование. В давние времена советские существовало понятие «голо администрирование». А что это значит? Это понималось такой стиль управления, когда кроме администрирования другие механизмы бездействовали. То есть ни идеологического управления нет, нет ни делегирования, нет ни подражания, нет ни лидерства. А вот только администрирование, поэтому называли «голо администрирование». Сейчас такого не встретишь названия, оно не употребляется. Но сейчас формула «голо администрирование» звучит так. «Я начальник, ты дурак». «Ты начальник, я дурак». Вот сейчас так говорят, не вводя такой термин, как «голо администрирование». Но суть та же самая. Но это позвоночник. Может ли без подвоночника держаться? Может, если мышцы сильные, с подвоночником непорядка, может быть. Но один позвоночник маловато тоже. Значит, владеть надо, администрированием владеть надо обязательно. Потому что без этого всегда большой риск. Лидерство получается без администрирования, но в тех случаях, когда это нравится ведомому. А если не нравится, то уже без администрирования обойтись трудно. Или без информационного дистанцирования может обеспечить что-то. Но все-таки администрирование – это самое главное. И в то же время, когда только его употребляют, то оно плохо выглядит. Это не экологичное управление одновременно. Значит, вначале мы поговорим о нормировании. Нормирование – это установление порядка. Что соответствует порядку, что не соответствует. А что же такое порядок? Классик сказал, что порядок – это такое положение дел, когда каждая вещь находится там, где должна сейчас находиться. Каждый человек находится там, где сейчас он находится. И занимается тем, чем сейчас должен заниматься. Ну, почти сплошная футология. Но это порядок. Порядок, в принципе, предполагает знание норм, что есть норма. То есть есть идеальная часть порядка, то, что требуется. Есть реальное соблюдение порядка и несоблюдение порядка. Если мы не знаем идеальной части, то можем ли мы сказать, порядок соблюдается или нет. В большинстве случаев можем. В бытовом образом. Когда мы видим, что все завалено на столе, мы говорим, что у тебя за беспорядок на столе. Вроде бы мы не знаем, какой человек должен быть в порядок, но мы видим, что это беспорядок. Да. Видим. Вот. Или человек что-то суетливо делает, там работает как-то, там колесо снимает с машины, раз сорвался гаечный ключ, раз поцарапался, раз что-то уронил. Но мы не знаем, как должно быть, но точно не так. Точно не так, да. И наоборот, когда мы видим, как кельнер там что-то разливает, да, такими движениями завораживающими, мы понимаем, что это беспорядок, да? Да, да, да. Вот. Почему? Потому что порядок не бывает абсурдным. Порядок все-таки всегда содержит за собой какую-то логику. Ну, например, если мы говорим о порядке вещей, то вещи должны быть как расположены? Те, которые чаще пользуемся, они должны быть где-то поближе к нам. Больше доступности, да, больше, более трудной доступности те, которые редко пользуемся. Вещи, которые не такие ценные, опять-таки, может быть, больше доступности. Те, которые очень ценные, мы их бережем, да. Вещи, которые портятся от погодных условий, должны быть под крышей, да, и так далее. То есть есть определенная логика, и мы поэтому глазом видим, порядок или нет часто. Или если работа выполняется в какой-то последовательности, то инструменты должны в этой последовательности и лежать, да. Вот, и так далее. То есть наша интуиция ухватывает, это порядок или это беспорядок в большинстве случаев. Другое дело, что бывают случаи, специально организованная беспорядка, когда беспорядок является порядком. То есть беспорядок — это то, что видно глазом, и как беспорядок, а на самом деле в этом стоит порядок. Но это делается тогда, когда хотят создать трудности другим. Если кто-то хочет воспользоваться этими вещами, то беспорядок мешает ему воспользоваться. Ну, классический пример старых времен — инструментальная мастерская Вера и Люся. Когда Вера выдает инструменты рабочим, то очень быстро, очереди практически нет. Каждый свой мечик, плашечку там, чего получил. Вот, а когда Люся работает, то она долго ковыряется, ищет это самое, то, что просят. Одни рабочие подсмеются над ней, другие там злятся, что время идет, что бестолковое. А Люся не бестолковая, просто Вера раньше в нее работает, дольше в нее. И она такой установила так называемый порядок, в который Люсе очень трудно сориентироваться. Он никакой логике не поддается. Вот, поэтому она выглядит, хотя она и старше Люси на 20 лет, но выглядит более толковой, живой и так далее. Ну вот, это бывает, бывает беспорядок, который и есть порядок. Вот. Бывает беспорядок, который является следствием двух порядков. Раньше говорили, два порядка беспорядок. Ну вот, действительно, если одни люди думают, что надо, что в этой стране правостороннее движение, другие думают, что левостороннее. Можно ожидать проблем, да? Вот. Что же противостоит порядку? Не только беспорядок. Беспорядок, да, противостоит, но еще другое, более неприятная вещь противостоит порядку, который называется дезорганизация. И мы сейчас будем говорить о разнице между беспорядком и дезорганизацией. Беспорядок — это такое отклонение от порядка, когда ясно, в чем оно выражается, ясно, кто виноват, либо персонально, либо пароли. Вообще идеального порядка нигде не существует. Даже на кладбище бывает, листочек упал, только что убрали все на плиту, на мраморную. Уже беспорядок, то, что листочек там лежит. То есть беспорядок — это нормальная ситуация. Другое дело, величина беспорядка. Беспорядок быть очень маленький, может быть очень большой. В одних случаях требуется беспорядок, требования великие к порядку, другие маленькие. Помню, когда я прочитал про подготовку какой-то спецназа американского. Там ремень должен быть свернутым, и столько-то миллиметров от этого уголка до этого должен лежать. Да. В миллиметрах или в сантиметрах. Вот так должен лежать. В других армиях может быть несколько попроще. А приходит и измеряет линеечкой, правильно лежит или неправильно лежит. Вот. Значит, нормальная вещь — беспорядок, если он маленький. Потому что пока ты наводишь порядок в одном месте, в другом уже какое-то нарушение возникает. Но, в принципе, беспорядок относительно легко устраним. Если у руководителя есть некоторая внутренняя твердость, требовательность, то он может устранить беспорядок, потому что, понятно, кто виноват. Даже если он не очень искусен в управлении, но он может установить порядок. Вот. Обычно такого человека, который не искусен в управлении, а может установить порядок, требовательный, ну, называется фельдфебелем. Да, фельдфебелем такой руководитель, да. Вот. Но совсем другое дело, когда имеем дело с организацией. Но прежде пример беспорядка приведу. Скажем, вот автобус прибыл на конечную станцию, все вышли, а там пластиковые бутылочки катаются по полу. Это беспорядок. Кто виноват? Пассажиры, которые вот там... Оставили, да. Оставили, да. Но если автобус на кольце развернулся и снова вышел на линию, и снова эти бутылочки лежат, это уже не они виноваты. Это уже уборщица виновата, которая не убрала. Или не виноват тот менеджер, который не назначил уборщицу. Или тот, кто не назначил замену тому менеджеру, который уехал в Боцпус, который должен был назначить уборщицу. Ну и так далее. Но добраться можно от того, кто... Ага. Добраться можно. Беспорядок, в общем, требует только требовательности, ну, какого-то характера минимального от руководителя, и все. А вот дезорганизация требует уже искусства. И об этом поговорим немножко более подробно. Что такое дезорганизация? Дезорганизация — это такой вариант особой беспорядка, когда нарушители порядка делятся на две группы. Одни те, которые виноваты, потому что они могли соблюдать порядок, но не соблюдали его. И вторые, которые не виноваты, они не могли соблюдать порядок, потому что нарушители первого типа, они уже создали ситуацию, при которой порядок соблюдать невозможно. Ну, условно говоря, как в зрительном зале, сели несколько человек на свои места, 30 человек, то уже трудно всех, уже сеанс начинает, трудно всех двигать, уже посадятся все на свои места. Вот. Значит, итак, беспорядок, то есть дезорганизация, когда есть такая категория нарушителей, которые нарушители не по своей воле. Соответственно, когда руководитель, который умеет устранять беспорядок, но не умеет устранять дезоргигацию, он пытается устранить методами как беспорядок, то есть призывает к ответу тех нарушителей порядка. Но чтобы нарушителя призвать к ответу, значит, его как-то наказать, даже хотя бы чисто словами, для этого нужно, чтобы он признал, что он нарушитель. Если он не признает, что он нарушитель, он считает, что все в порядке, то здесь уже как бы трудно его наказывать. Вот. И замечательно тогда, когда человек признает, что он нарушитель. Возникает вопрос, кто же раньше-то признает, что он нарушитель? Тот, кто по своей воле нарушил порядок, или тот, кто вынужден был нарушить? кто раньше признает что он нарушитель но тот кто по своей воле наверно нет кто-то по своей воле он виноват и он не торопится признаваться а вот кто кто по неволе он гайдая виноват но а я не могу соблюдать а решительно виноват никаких оправданий наказан военных условиях расстрелять его вот он не успеет до конца ответить а он охотный создается что происходит когда наказывают невиновных а в условиях дезорганизации не умел руководитель наказывать невиновных которые признают что они нарушают не считаю себя виноватым но что нарушает на каждых легко они сознали что нарушает ну вот наказан то дезорганизация увеличивается потому что теперь другие невиновные они стараются избрать какие-то иные способы нарушения порядка это выйти чтобы не попадаться на глаза и уже делают нарушение которые могли бы не делать для того чтобы уйти ответственности за те нарушения которые они не могли не делать и растет растет беспорядок растет нарастает из-за действий руководителя то есть неумелый руководитель он увеличивает дезорганизацию а не уменьшает своими руководящими действиями когда она уже такая большая как действовать ну дальше например рабочий день закончил все ушли ну завтра может насчет другое будет да то есть какое-то внешнее обстоятельство может прервать это вот значит соответственно нужно дезорганизацию другими способами решать чем беспорядок какими способами вот когда руководитель переходит из порядка порядку можно сказать что он условно перепрыгивает небольшую лужу беспорядок теперь попал в порядок отказать организации ему на перепрыгнуть большую лужу а он до конца не допрыгнет окажется весь грязи теряет авторитет дезорганизации растет что делаем мы когда на она перепрыгнуть большую лужу никак ее не обойти тогда мы должны бросить туда кирпичик камушек там доску два прыжка и перепрыгнуть каждый вот так и здесь здесь нужно в два приема не в один прием призвать порядку а в два приема как два приема сперва установить надо упрощенный порядок надо дать команду устанавливающую упрощенный порядок что такое упрощенный порядок это такой простой порядок который все участники ситуации могут соблюдать с момента его объявления сразу же например все встать лицом к себе всем лечь на пол всем покинуть помещение это все упрощенный порядок да всем сдать оружие всем закрыть компьютер это упрощенный порядок а вот когда уже упрощенный по и в чем свой плюс упрощенная порядка нет нарушителей поневоле кто его не выполняет тот сразу виноват потому что все могут соблюдать начнет прошить и приводит зачем из дезорганизации попали в беспорядок а мы его умеем устранять да вот теперь устрадили беспорядок по сравнению с этим упрощенный порядок а теперь договорим по какой технологии перейти к порядку и кто им технологии вот но на на школьном примере покажу это как это делается вот класс идет урок учитель говорит дети учите параграф читать параграф номер восемь а вот там занес в тетради стал смотреть тут его вызывает куда-то там приглашает директор зауч приглашает его ну ненадолго он горит так продолжает читать параграфную 8 я сейчас приду уходит через пять минут приходит и тот большинство читает кто-то там на доске что-то чирикать кто-то кого-то там залфы дергать так он эти эти дневники на стол сюда ко мне дневники остальные все все на он порядок навел все теперь другой вариант он ушел не на 5 на 25 минут входит по классу летают тела и портфели понятно что это уже дезорганизация тут явно есть нарушителей поневоле это дезорганизация если он неумелый учитель он говорит куда побежал сядь на место да сейчас только портфель возьму но возьми партия он мне не отдает и почему нет пошли потому что он шапку спрятал шапку пусть первая отдаст и учитель начинает метаться да да метаться он так сказать в затруднении находится вот кого наказывать чего делать и мечтает дожить до перемены это не опыт научить опытный учитель входит все там летают все по классу он понимаешь всем стать все выпустить из рук все могут стать и все выпустить все из-за того что команда адекватно когда руководит дает адекватную команду дисциплина сразу налаживается потому что люди понимают рукава этот человек который знает что делать его надо слушать если неадекватная команда то кто-то выполняет тут нет вот это вот вообще степень адекватности руководителя это важнейшее качество руководителя когда все понимаешь у него адекватная картина мира начал будет действовать эффективно ну вот все встают выпустят из рук и так он говорит так теперь вот с этого места так вот по стеночке по росту как на физкультуре построили быстро каждый знает свое место на физкультуре по его сюда быстренько идут кто-то быстро идет тому неприятно была ситуация кто-то не сразу но другие идут он тоже идет а кто-то еще там по классу месяца вот они есть хулиганы одевые дневники подачи пожалуйста вот теперь когда все встали говорит так найди свои вещи сядь на место найди свои вещи тихо молча ищутся кто-то не может найти ну подсказывает там вот третья парта справа все же знают мешали вот так подсказка раз 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 две минуты все тишина в классе и учитель мечтаешь перемен было как можно позже потому что нужно пройти мариан две разные мечты у двух учителей да ну вот значит и так способ ликвидации первый способ мы сказали потом поговорим о других а первый способ ликвидации это установление упрощенного порядка такого порядка которые могут значит устанавливать выполнять все участники ситуации сразу же с момента объявления ну или с назначенного час комендантский час корм это упрощенный порядок в вертикале власти в россии это упрощенный порядок после ельцинской дизорганизации но после упрощенного порядка требуется еще технология перехода к настоящему порядку вот так на этом мы закончим спасибо Pearl отец и к ко